Телеканал Ньюсфронт, программа мнения, я ее ведущий Алексей Давыдов, здравствуйте. Глава Еврокомиссии Урсула Фондер-Ляйен заявила о том, что целью ЕС является конфискация российских активов. В общем-то, об этом заявлении мы и поговорим сегодня, и сделаем это вместе с нашим гостем у нас на прямой связи Эрнест Макаренко, политолог. Эрнест, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, цель, которую поставила Урсула Фондер-Ляйен, ну, скажем так, насколько она все-таки, ну, осуществима, может быть, в нынешних условиях? Начнем с этого. Да, конечно, осуществима. Они, собственно говоря, давно подобные цели декларируют. Это в некоторых наших политических кругах гуляют всякие иллюзии дружбы с западным миром, интеграции в этот сатанинский мир. И какие-то иллюзии относительно того, что все будет благополучно, и нас туда примут зачем-то. Запад никогда таким не был, особенно та же Великобритания. Ну, обычные пираты, жулики, которые делают законы под свои желания, и нельзя доверять их законам. Мы работаем с шулерами, ну, в общем-то, шулеры даже мягко сказано. Поэтому они сделают только то, что им выгодно. Путин же несколько лет назад предупреждал наших олигархов, что замучаются пыль глотать, если не вернут свои капиталы с запада. Ну, вот, все это наглядно реализуется. Путин же не предполагал, он знал, о чем он говорит. Вот, единственное, что непонятно, почему наши государственные активы там оставались, денежные. Но это другой разговор тут. Поскольку у меня нет полноты информации, которой располагает глава государства, я не могу здесь давать оценку, почему это произошло. Хотя понимаю, что огромная часть нашей элиты, и в том числе управляющей государственными финансами, к сожалению, пока еще по-прежнему ориентирована на Запад. И это, в общем-то, ну, сегодня это уже просто предательство с их стороны. Еще один вопрос. Вот, если все-таки, вернее, все эти разговоры по поводу конфискации российских активов, они всегда проходят под марку помощи в восстановлении Украины. Как вы считаете, если все-таки активы будут конфискованы, какая часть дойдет, собственно говоря, до Украины и до украинских граждан, и будет ли эта часть существенной? Ну, я думаю, что основная часть, конечно, вы правильно заметили, осядет в карманах европейских финансистов и украинских чиновников, непосредственно исполняющих заказы этих европейских чиновников. Если что-то дойдет до государства, которым, собственно говоря, Украина уже и не является, она является просто, так сказать, колонией. Кстати, сегодня Вячеслав Володин об этом очень ясно сказал, то, что всем уже наглядно видно, что Украина – это полностью колония Запада и полностью подчиняется и Евросоюзу, и НАТО. То есть украинские войска полностью подчинены командованию НАТО. Так оно и есть. Если что-то дойдет до этого самого якобы государства сегодняшнего Украины, то это дойдет только в виде каких-то остатков военной помощи, а, конечно, постараются основные деньги растаскать по карманам. Мы это видим, потому что происходит сейчас все эти месяцы с помощью Украины. Урсула фон дер Ляйен неоднократно перед этим говорила о том, что необходимо создать какие-то юридические механизмы, принять законы, процедуры по тому, чтобы конфисковать российские активы. А насколько вообще вот эта вот правовая формальность для Европы, она сейчас важна и необходима? В конце концов, как-то в последнее время только ленивый не попирает и не плюет на международное право. Да, для них это совершенно не является препятствием. Все законы, которые у них в Европе существуют, они их игнорируют. В том числе и ту же самую декларацию прав человека, когда по отношению к гражданам России она совершенно не действует, хотя никто ее не отменял. И закон, что касается конфискации, да не будут они на это смотреть. Они просто, когда поймут, что они наконец должны это сделать или получат отмашку от Вашингтона, они это сделают, не глядя на никакие законы. Если нужно, они в ту же секунду эти законы подкорректируют, хотя это им тоже уже не нужно. Они на них никогда не обращают внимания. Даже заморозка активов, она нигде не... Вот русских, российских активов, она не была предусмотрена законодательно. Она никак сегодня не оправдана европейским законодательством. Они просто так решили. Ну, когда окончательно решат то, чему они сейчас угрожают, они их окончательно разделят, раздербанят и все, и дело с концом. Для них нет законов, для них закон не писан. Это совершенно бандитское, пиратское государство или группа государств, поэтому... Вопрос наивный, да, вопрос наивный, но я его вынужден задать. Есть ли у нас хоть какая-то возможность все-таки защитить эти наши активы от конфискации? Не уверен. Я думаю, что, скорее всего, они действительно пропадут. Может быть, какие-то начнутся подвижки с этими активами в наших интересах и вообще подвижки самого Евросоюза немножечко в сторону России. Если, как я согласен со многими авторитетными экспертами, которые говорят, что существуют, по всей видимости, некоторые договоренности с определенными финансово-промышленными, в первую очередь, кругами в Соединенных Штатах, которые принадлежат конкурентам, скажем так, группы Байдена, и вот ноябрьские выборы в США могут внести некий перелом медленный в эту ситуацию. Возможно, какие-то изменения начнутся, потому что, безусловно, основная политика совершается сегодня не на поле боя на Украине, хотя это крайне важно, вот то, что мы сейчас ведем эту войну с сатанизмом и защищаем наш народ в Новороссии, но главные процессы, от которых зависит исход всего, они, безусловно, решаются в различных переговорах со многими влиятельными финансово-промышленными группами в разных странах мира. Мы видим прекрасно, как к нам повернулись, и с нами сотрудничают и Саудовская Аравия, и многие другие страны, и та же Индия, Китай, как арабы отвернулись от США, не согласившись на их требования по ценообразованию и по добыче нефти. Это часть вот этих наших переговоров, часть влияния нашего президента и России в целом на эти круги. Значит, мы нашли с ними взаимоприемлемое решение. То же самое где-то мы ведем переговоры, конечно же, и с европейскими элитами, и в первую очередь с элитами Соединенных Штатов Америки. Поэтому, да, не будет по щелчку пальцев одномоментно каких-то перемен после ноябрьских выборов в США, но если демократы на них проиграют, то это нам на руку, и процессы будут немножечко, так скажем, более для нас благоприятные. И тогда возможны какие-то и повороты за счет успехов нашей дипломатии, возможно, какие-то повороты и с этими нашими замороженными активами, так сказать, замороженными. Ну и, конечно, многое зависит, зависеть будет и от наших военных успехов, чтобы весь мир увидел, что мы воюем-то с НАТО, мы воюем не с Украиной, мы воюем с войсками НАТО в качестве просто пехоты, в которых используются пока еще оставшиеся украинские войска. Но там уже вся Европа, весь цвет Европы и наверняка Америки на поле боя не только в качестве инструкторов, а в качестве боевых единиц и в качестве техники НАТОвской. Поэтому вот успех этого нашего военного дела, он тоже во многом скажется на поворот сознания европейских руководителей, отрезвление их и поворот в сторону России. Должны мы будем как-то ответить, если все-таки активы конфискуют, уже окончательно и бесповоротно, должна быть какая-то такая жесткая реакция, ну чтобы все-таки каким-то образом вразумить наших противников? Не могу здесь давать политическому руководству государства какие-то советы, но мое личное мнение, должны мы проявить здесь жесткость. И эффектную жесткость, которая будет и результативна, и эффектна для пропагандистской, никакого вот результата. Потому что сколько мы не грозим Европе ответом на их санкции, и Европе, и США, ну дальше угроз дело не идет. Есть какие-то практические шаги, они незначительны. И то ли мы хотим выглядеть в их лице хорошо, мы никогда не будем в их лице выглядеть хорошо, пока не победим, пока не разгромим НАТО в сегодняшней битве на территории Украины, и пока не обыграем их дипломатическими путями. Они понимают только силу, и просто какими-то декларациями политическими, обещаниями каких-то санкций, грозить пальчиком. Этим жуликам бесполезно. Им нужно не просто грозить, а ударять железным нашим российским кулаком. Вот смотрите, какая еще ситуация возникает, какие тенденции прослеживаются. Вы правильно сказали в самом начале, что пиратство – это, в общем-то, ну, скажем так, родовое пятно англосаксонской цивилизации. Они активно использовали и каперство, и, в общем-то, и откровенное пиратство в борьбе, в геополитической борьбе с Испанией в свое время. И сейчас какая ситуация? Замороженные активы, взорванные газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Как вы считаете, вот не произойдет ли, не докатится ли в Великобритании и США до откровенного пиратства, что будут задерживать наши суда, вернее, суда с нашим зерном, с нашей нефтью, с другими какими-то товарами? Очень может быть, потому что они постепенно снимают с себя вот эту декоративную маску, которую они когда-то назвали демократией. Она им тоже давно уже не нужна. Более того, весь Евросоюз превращается абсолютно в тоталитарный континент, потому что это не просто жизнь их сегодня к этому ведет. Они давно это декларировали, давно это планировали, просто по целому ряду причин откладывали закручивание гаек. У них давно на Западе есть решение, что тот уровень свобод для населения, который сейчас есть в Европе, он уже чрезмерный, и он правящий элите, не тем, которые представляют декоративные вот эти вот фигурки, вроде той же самой Урсулы и кого-то еще, а кто реально управляет процессами экономическими, политическими в Евросоюзе, им не нужна, вредна уже та сегодняшняя демократия, те права и свободы, которые есть. Поэтому вот буквально мы это видим на глазах, как они скатываются в тоталитаризм, и он буквально, так сказать, может быть, счет идет на недели, когда Европа окончательно в это свалится, и, безусловно, они, скорее всего, придут вот к такому абсолютному пиратству по отношению к российским, как вы правильно сказали, и судам, и вообще нашему имуществу. Они уже эти попытки неоднократно делают, и у них, и в США, что стоит только, так сказать, захваты консульства, например, нашего, да, в США, ведь до сих пор никто за это не то что, так сказать, не извинился, а вообще, так сказать, произошло, и все как будто так и должно. Вот отобрали чужую собственность, выгнали людей, дипломатическую собственность. Ну, это вот поэтому для них закон не писан. И, может быть, все, что угодно. Повторюсь, здесь изменить ситуацию может только наш военный, абсолютно всем в мире понятный успех, когда мы железным кулаком нашим дадим им по башке, когда они отрезвеют от нашего этого удара. И наша умная, но жесткая дипломатия. Вот только эти два пути, которыми мы, может быть, не допустим вот этих вот ожидаемых пиратских действий, уже откровенных, в том числе с нашими судами, о чем вы сказали. Эрнест, большое вам спасибо за комментарии по теме нашей сегодняшней программы. Было очень интересно пообщаться. И до следующей встречи на телеканале Ньюсфронт. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Дорогие друзья, это была программа «Мнение», ее ведущий Алексей Давыдов. Напоминаю, что сегодня мы поговорили о намерениях Урсулы фон дер Ляйен конфисковать, вернее, провести мероприятие по конфискации российских активов на территории Евросоюза. О том, насколько это получится у европейцев, почему это происходит и каковы дальнейшие варианты развития данной ситуации, все эти вопросы мы обсудили с нашим гостем. У нас на прямой связи был политолог Эрнест Макаренко. Спасибо за то, что были с нами. Телеканал Ньюсфронт продолжает свою работу.